МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На территории ленточного бора взволновала общественность. Будут ли для этого вырубать деревья и кто возместит ущерб природе? Есть так называемые экологические сборы, есть государственная экологическая экспертиза. Они пройдут там, где никто не проедет, как в Барнауле работает конная полиция. Сначала тяжело было, конечно, первое время там конь носил, не умеешь когда еще держаться, выпадывали, все, всякое бывало. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автобус переехал мужчину насмерть на пересечении шоссе Ленточный Бор и улицы Кутузова. Пешеход лежал на дороге, и водитель автобуса наехал на 22-летнего парня. Это случилось сегодня ночью. Во время ДТП в автобусе не было пассажиров. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Одиночный пикет проходит в эти минуты у крыльца Дворца спорта. В центр города вышли трое молодых людей с транспарантами в руках. Напомню, Дворец спорта опечатали 9 августа. Причина – многочисленные нарушения пожарной безопасности. В таком состоянии содержало здание Крайсовпроф. Чтобы исправить ситуацию, в здании нужно провести ремонт, денег на который у организации нет. Я болельщик хоккейного клуба «Алтай». Пришел сюда для того, чтобы поддержать свою хоккейную команду. Пришел для того, чтобы поддержать Дворец спорта, который в скором времени хотят закрыть, а уже закрыт. А моим будущим детям, которые зададут вопросом, где заниматься хоккеем, я скажу, негде, потому что у нас закрыт. Я за то, чтобы его открыли, потому что смотреть негде, нечего делать, в принципе, без хоккея. Он единственный, самый большой в городе, а вообще в Алтайском крае. Виктор Томенко – наша единственная надежда. Добавлю, это не единственная попытка привлечь внимание к проблеме закрытой колыбели хоккея. Ранее обскраженные новостью о закрытии болельщики и родители создали петицию. На данный момент ее подписали чуть более 300 человек. В тексте «Молодой человек» призывает Крайсовпроф отремонтировать либо подарить детям новое здание для тренировок. Сегодня же участники пикета вышли с требованием передать Дворец спорта в собственность края. Новая вертолетная площадка появится в Барнауле в медицинском кластере на горе, рядом с детским туберкулезным диспансером. Для этого Минздрав вырубит 2 гектара ленточного бора. Эта новость появилась в соцсетях и интернет-СМИ накануне. Издание сообщает, что Минздрав уже подготовил проект, он прошел экспертизу. Площадку освободят от леса для медицинского вертолета Ми-8. Снос сосен и строительство обойдутся в 200 миллионов рублей. При этом в Министерстве здравоохранения не подтверждают и не опровергают эту информацию. Экологи успокаивают бурнаульцев. Даже если проект реализуют, это не принесет большого урона лесному массиву. В экологии есть понятие принципа компенсации. Загрязняешь плоти. Есть так называемые экологические сборы. Есть государственная экологическая экспертиза, которая предусматривает возмещение нанесенного ущерба природе. И к другим темам. Сегодня в суде индустриального района пройдет очередное слушание по делу Марии Матузной. Жительницу Бурнаула обвиняют в экстремизме из-за картинок в интернете. Мой коллега Вадим Слюсарев работает на месте. Вадим, здравствуйте. Передаю вам слово. Здравствуйте, Анастасия. Буквально через несколько минут здесь начнется заседание по делу Матузной. Напомню, что 23-летнюю жительницу Бурнаула обвиняют в экстремизме. Поводом стали сохраненные картинки в социальной сети ВКонтакте. Следователи в них увидели повод для обвинения по двум статьям. Это оскорбление чувств верующих и возбуждение вражды. Сохраненные картинки были три года назад. Заявление на них подали две девушки, тоже жительницы Бурнаула. В деле они фигурируют как свидетели, но на прошлом заседании их не было. Напомню, что прошлое заседание было 15 августа. О итогах этого заседания мы расскажем в следующих выпусках новостей. Анастасия, передаю вам слово. Спасибо, Вадим. Ждем от вас подробности, а я пока продолжу выпуск. 65% всего российского сыра – фальсификат. Недавно эти данные публиковал Союз потребителей Росконтроль. В черном списке экспертов теперь числятся около 40 производителей, в том числе и представители Алтайского края. В итоге после проверки 59 образцов продукции ненадлежащим качеством обладали 38. В черный список нарушителей из нашего региона попали два предприятия. Данные исследования организация уже передала в Роспотребнадзор. О том, какими качествами должен обладать натуральный сыр и сколько денег придется за него отдать, мы расскажем в следующих выпусках новостей. Министр энергетики России Александр Новак приехал с рабочим визитом в краевую столицу. В правительстве региона он встретится с в Рио губернатор Алтайского края Виктором Томенко, а также представителями органов власти всех регионов Сибири. О главных темах встречи готов рассказать мой коллега Владислав Кириенко. Он сейчас работает в краевом правительстве. Владислав, здравствуйте, вам слово. Добрый день. В рамках своего визита в Алтайский край Александр Новак обсудит готовность предприятий энергетического комплекса Сибири к предстоящему осенне-зимнему отопительному сезону. Внимание уделят и энергосистеме Алтайского края. По словам специалистов, она является одной из самых сложных во всем Сибирском федеральном округе. Протяженность электросетей у нас составляет ни много ни мало 74 тысячи километров. Но и также для стабильного электроснабжения в нашем регионе установили уже 466 резервных источников электроэнергии. Всего же в Алтайском крае необходимо подготовить к осенне-зимнему отопительному периоду более 1800 котельных, более 3000 тепловых и 13000 водопроводных сетей. На этом у меня вся информация. К данной минуте я передаю вам слово в студию. Владислав, спасибо. Продолжим выпуск. Бюллетени для выборов губернатора Алтайского края готовы. Их печать завершили накануне. В ближайшее время их распределят по пунктам голосования. Бюллетени будут двух видов. Первый бюллетень всем нам привычный. Его после голосования отправляют в избирательный ящик. Таких бюллетеней подготовили большинство, почти полтора миллиона. Второй вид бюллетеней обрабатывается автоматически. Для этого после голосования их отправляют в КАИП или электронную урну. Таких бюллетеней на выборах будет гораздо меньше. Всего 417 тысяч. Их можно встретить в Бурнауле, Рубцовске, Бийске и Новоалтайске. Чтобы не путаться, разбираться и в целях защиты избирательного бюллетеня, Крайзберком установил специальный формат сетки защитной с геляширными элементами. Она наносится на лицевой стороне бюллетеня и наносится краской синего оттенка, что позволяет этот бюллетень сразу, видите, отличить от всех остальных. На бюллетенях, предназначенных для электронной обработки, защитная сетка будет находиться на обратной части и вместо привычной круглой появится прямоугольная печать. В Рубцовске ремонтируют здание драматического театра. Капитальный ремонт планируют завершить к сентябрю следующего года. Объект культурного наследия расположен в исторической части города. Реконструкции, построенного в советские годы, здания ждали больше 80 лет. Полного преображения ждут зрительный зал и сцена. Также строителям предстоит произвести замену труб водоснабжения и канализации, заменить крышу, выполнить штукатурные работы. Здесь тоже в ближайшее время огнезащита будет выполнена всех деревянных конструкций. Все металлические балки, на которых перекрытие уже выполнено, огнезащита. То есть с применением всех пожарных норм и требований. Средства на ремонт выделили из городского и краевого бюджетов. Полностью его планируют завершить до 30 сентября 2019 года. Там, где машине не проехать, а пешеходу не пройти, поможет четвероногий друг. В случае героев следующего сюжета – это лошадь. В Барнауле действует одно из самых необычных полицейских подразделений – кавалерийское. Подробнее об особенностях службы в конной полиции Владислав Кириенко. Рабочий день барнаульских кавалеристов неизменно начинается с патруля. Задача конной полиции особая. В отличие от пеших коллег, они следят за порядком в садоводствах города и выезжают в лес. Туда, где машине не проехать. Ищут следы краж, а также наркотики. Последний в садоводствах, по словам правоохранителей, – это не редкость. Один из полицейских, Александр Анякеев, на службе уже 11 лет. Трястись в седле не устал до сих пор, вспоминает. Прежде чем прийти на такую службу, ездить верхом учился два месяца, вместе с маленькими детьми. Признается, поначалу в седле чувствовал себя неуверенно. Ну, сначала тяжело было, конечно, первое время там конь носил. Там не умеешь когда еще держаться. И выпадывались, все делал, там всякое бывало. Ну, как-то потихоньку, потихоньку, потихоньку. И на это наловчились. В кавалерийском отделении городского батальона 12 человек и 6 лошадей. Три жеребца и три кобылы. Почти у каждой лошади очень необычное имя. Как в древнегреческой мифологии Антей, Даяна и даже Трояна, по аналогии с легендарным троянским конем. За каждой из них ухаживают сами кавалеристы. Не каждый полицейский может ухаживать с таким большим животным. То есть, во-первых, не должен бояться, ну и любить животных. Ну и хотя бы какие-то навыки, обращения слушать. Потому что мы за ними ухаживаем, мы их кормим, поим. Сезон конных полицейских начинается в апреле, когда теплеет. А заканчивается с первым снегом. И за этот сезон небольшой кавалерийский гарнизон поймал с поличным торговцев наркотиками, воров и предотвратил угрозу убийства. Всего раскрыто 8 дел. Владислав Кыриенко, Сергей Балуев. Новости. Премьера в эфире нашего телеканала «Катунь-24» покажет документальный фильм «Я живу на Алтае» режиссера Ашота Джизаяна. Мне кажется, это одно из уникальных мест в России. Да и я думаю, что для мира. Удивительные цвета Катуни. Удивительные цвета этих гор. Удивительная гречиха. А это фантастические люди, которые населяют этот замечательный край. Ашот Джизаян – секретарь Союза журналистов России, режиссер и сценарист документального кино. Признается, к Алтаю он неравнодушен. Именно поэтому два года назад задумал снять про него фильм. Съемки длились четыре дня. Помогал Джизаяну в этом оператор телеканала «Катунь-24» Анатолий Коваленко. Презентация проекта состоялась в прошлом году в Санкт-Петербурге на медиафоруме «Диалог культур». Фильм – это возможность рассказать как можно большему количеству людей о том, что есть на Алтае и кто здесь живет. Я очень счастлив, что мне повезло познакомиться с фантастическими людьми, познакомиться с Николаем Тепловым, мораловодом, познакомиться с замечательным Вайснером, врачом, который работает замечательно в Белокурихе, познакомиться с удивительным, я бы сказал, неуемной энергией и фантазией человеком-творцом Владимиром Войчишиным. Познакомиться с женщиной-кузнецом, которая выглядит лучше, чем Бриджит Бордо. Премьера фильма «Ашута Джизаяна» в эфире «Катунь-24» в субботу в 11 часов. Не пропустите. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте katuny24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. До встречи в эфире.